сегодня мы с вами продолжим изучать буквы и у нас следующая буква интересная буква это она такая похожа на такую огромную большую запятую иногда и сравнивать девятки но девятка были такая с ровной спинкой это будет такая большая запятая буква вау одна из тех букв в которой не соединяется никакой позиции с последующей буквы то есть справа она может соединиться и может не соединиться в зависимости от того какая буква перед ней а слева то есть следующая буква всегда пишется отдельно да или с небольшой такой пространство да или если это уже другое слово тогда больше как бы пробел смотрим что нет из-за того что она не соединяется с последующей всего лишь два написания есть да то есть или вот как здесь написано то есть вот так большая запятая да то есть помним что у нас буквы есть пишется на строчке или под строчкой в этом случае она как бы пишется частично сверху частично снизу и если перед ней буква какая-то соединяется с ней когда у нас может будет соединение опять же вот так буква вау аналога в русском прямого нету да она схожа с английской W когда произносил губы она губная буква поэтому здесь задействованы губы вытягиваем их слегка да и произносим уау и у согласовками уау и или у и у здесь также перед ней может стоять фатха и она может быть суккуном как у нас в первом примере ау 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 да обращаем внимание у нас акцент небольшой на губы так как и и у махара все-таки губы читаем примеры написание думаю проблем особых нет да ориентируйтесь на то что это такая большая запятая и ничего сложного здесь не будет итак примеры ау рау нау ляу варом ватер ваман валем валем вакем вторая строчка аулю рау му яу му кау ну вайлю и третья строчка кау кэб мау киб эу лям тум эу тер тум да опять же прописывайте прочитывайте обратите внимание давайте посмотрим вот с вами ее написание вот вторая строчка у нас идет уа уау да сфатхэ уа и за ней ра ра тоже одна из этих букв которые не соединяются с последующей и передайте перед ней стоит уау который такая же как она гордо не соединяется и получается не написаны все буквы в этом слове отдельно амим она табы соединилась но учитывая что ра с ней не соединяется и она последняя получается она тоже отдельно написано во втором примере в этой строчке да у нас у это мы видим уау тоже такое же положение в таком же положении впереди нету буквы потому что на первое после нее на не соединяется буква то уже пишется как в начале из этого и за ней следует буквара которая не соединяется с последующей но последующей нету потому что на последнее но с предыдущей она легко соединяется если такова хочет с ней соединяться как буква то поэтому вот так если мы посмотрим как и вот следующую строчку да мы видим когда перед ней идет еще будем рассматривать и буквы на олив то есть у нас написано олив первое и после него на олив мы знаем не соединяется также с последующей поэтому такое написание если мы посмотрим первое слово последней строчке то у нас буква к и после него уже уау вторая и она с кав соединяется потому что она с ней хочет соединяться но с последующей следующий же второй киров в одном слове она соединяться не хочет так как не соединяется никогда с последующим каким образом прописывайте обратите внимание на то что у нас последующий не соединяется и иншаллах проблем у вас не будет до рукава луфейкум ассаляму алейкум арахматулаги ва баракету